МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вместо полуденного сна тревога. Так начались пожарные учения в одном из лагерей Волжского района. Во главе каждой группы вожатый. Их первая задача – пересчитать детей и по ситуации найти отставших. Это проводится ежегодно, для того, чтобы дети могли вовремя эвакуировать и не было никаких происшествий. Поэтому задача – задействованные силы и пожарные, и медицина, и школа задействована. Эвакуируют жителей лагеря на автобусах. При настоящем пожаре они отправятся в школу в Курумыче, а на учениях детей отвозят за пределы лагеря. Пока идет переправка в безопасное место, работники до приезда пожарных пытаются потушить условный огонь своими силами. Сотрудники в обязательном порядке проходят обучение, инструктаж по технике безопасности при таких ситуациях. Обязательно им показывать наглядно, что-то из себя представляют огнетушители, краны и остальное оборудование, которое у нас находится. Из поселка Курумыч огнеборцы доезжают за 10-12 минут. Сначала осматривают здание, затем делятся на группы. Пока двое пожарных остаются тушить снаружи, двое других разведывают ситуацию внутри. Мы пребываем первыми. Наша задача в основном – остановить распространение пожара дальнейшее. И произвести, организовать эвакуацию людей при необходимости. Дети на ней часто боятся, пугаются, прячутся куда-то. Часто сталкиваемся с таким, что достаем из шванеров, кровати и прочих таких мест, где взрослый нормальный человек не спрятался. На учениях не обходят стороной и лесные пожары. Для тушения деревьев используют помпу. Она качает воду прямо из водоема. Насосы работают без электричества. Его во время пожаров положено отключать. Для более мелких возгораний, например, травы, используют и технику поменьше. По такому сценарию учения проходят четыре раза в год, в начале каждой смены. Но только в самую первую они настолько масштабные. Задействованы все силы, которые будут брошены при реальной чрезвычайной ситуации. Дети, в принципе, в восторге от того, что мы проводим. На мой взгляд, им очень интересно и послушать то, что мы объявляем, и сам процесс. Для них это идет все в игровой форме, я так понимаю, хотя заложены очень серьезные задачи, которые мы решаем. В игровой форме о серьезных вещах готовились рассказывать и вожатые своим подопечным. На их плечах лежит серьезная ответственность. Всего в лагере 115 детей. Все они должны четко знать, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях. Все вожатые были проинструктированы. И всем было сказано, чтобы они понятным языком донесли до детей правила пожарной безопасности. У нас первый отряд, самые старшие трудности у нас не возникло, потому что мы заранее их предупреждали об этом, что, соответственно, мы репетировали, будут такие ситуации. И поэтому мы очень быстро все добежали. Каждый старался, конечно, захватить с собой своего друга, товарища. Дети не пугаются. Это самое главное, что дети не пугаются. Они осознанно подходят к этому делу, что да, пожар, не стоит где-то задерживаться. Они не бегут хватать своих вещей. У каждой возрастной группы своя реакция на происходящее. Наиболее ответственно к учениям подходят старшие ребята. Рассказывают, что все основы знают уже как дважды два, но при этом понимают повторение мать учения. Учения прошли прекрасно и очень слаженно. Ребята все успели выйти на точно назначенное время, что молодежь учится привыкать к таким ситуациям и, в конце концов, адекватно реагировать на это все. По итогу учебной тренировки всем действиям подразделений поставили оценку «хорошо». В ходе учений были выявлены незначительные ошибки, работа над которыми будет проведена в следующее учение. Каждый год в День памяти и скорби 22 июня Алексей Андреевич Афанасьев приходит к памятнику, чтобы вспомнить павших односельчан в Великой Отечественной войне. Рассказывает, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, ему было 10 лет. Но то жуткое время никогда не забыть. Все дни, когда закончилось детство. Да всем тяжело было. И нам тут не сладко было. И голодали всякие. Работали в колхозе. Хлеб убирали. Все это отправляли на фронт. И я горючее возил. Мы пацаны все. Из нас старший кто. И возили горючее. На быках. Вот как. Асфальту не было. Ничего не было. На кряще ездили. О войне, которая вошла в историю, как самая кровопролитная, 77 лет назад объявили из репродукторов. С этого самого обращения к жителям великой страны началась и сегодняшняя акция в селе Черноречье, приуроченная к Дню памяти. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В селе воссоздали атмосферу июньского вечера, когда были перечеркнуты все планы, надежды и мечты молодого поколения, когда вчерашние школьники стали солдатами. Перед участниками акции выступили творческие коллективы, перенеся их во времена военных лет. Курска и Орла, война нас довела, до самых вражеских ворот такие дела. Нам нужно помнить это, да, наши деды, прадеды, бабушки, они ушли жертву своей жизни, чтобы продолжалось наше поколение. Если бы не они, то, может быть, у нас и не было бы здесь. Едва ли в России найдется семья, которую Великая Отечественная обошла страной. 1418 дней трагедия, которая отзывается в сердце каждого. Пришедшие возложили к памятнику павших воинов в годы Великой Отечественной войны красные гвоздики, знак памяти о советских солдатах, проливших кровь на полях сражений. 22 июня, связанные с ним события, это, конечно, очень важные, даже горестные события. Мы знаем, что у нас погибло около 37 миллионов человек. То есть на примере Великой Отечественной войны мы воспитываем своих детей. Это очень важно. То есть мы должны растить патриотов. День памяти и скорби мы в очередной раз напоминаем, и забыть это нельзя, о тех страшных днях Великой Отечественной войны. И это вот минута молчания, это вот эта обстановка, это опять напоминание о страшных тех днях говорит о том, что дети слушают и уходят после этого мероприятия, задумавшись о том, как это было, как это происходило, насколько это было страшно. А в селе Черноречье Волжского района уже не осталось очевидцев Великой Отечественной войны. Сейчас на каменных плитах выбито более 400 имен. Список продолжают пополнять и дальше, ведь никто не забыт, ничто не забыто. Мы должны знать и помнить этих людей, и делать, наверное, все нужное и необходимое для того, чтобы то, что произошло 77 лет назад, этого не повторилось на нашей земле. 22 июня 1941 года – самый длинный день в году, разделивший жизнь миллионов людей на до и после. И сегодняшнее поколение жителей Волжского района бережно хранит память о тех, кто четыре долгих года на фронте и в тылу сражался за мирное небо над нашими головами. На ежедневной летучке в Дубово-Умёцком отделении Волжской центральной районной больницы обычная многоголосица. Юлия Ивановна, заместитель главного врача, старается дать слово каждому сотруднику. Мнение 50 медработников затем нужно будет привести к общему знаменателю. И решающим здесь окажется голос Сергея Константиновича Лобачева, старейшего медработника этого учреждения. Опыт терапевта Лобачева здесь на вес золота. Дубово-Умёцкий стационар – самый большой из восьми отделений Волжской центральной районной больницы. Прикреплено к нему более 24 тысяч человек. Рассчитано отделение на 40 круглосуточных коек. Ирина Александровна впервые попала сюда еще совсем маленькой девочкой. Обычно дети пугаются врачей, но доктор Лобачев сумел найти путь к сердцу ребенка. Всю жизнь женщина борется с недугом. И если бы не Сергей Константинович, неизвестно, чем бы закончилась эта схватка. Я так думаю, что у него есть подход к каждому больному. Что ребенок раньше, что взрослый. Он всегда шутит, как говорят, с улыбкой. Ну это, конечно, помогает. Сам доктор Лобачев считает, что юмор – это то, что помогло ему избежать так называемого профессионального выгорания. Медик каждый день сталкивается с болью и страданием людей. В качестве психологической защиты кто-то прячется за броней показного хладнокровия и даже цинизма. И тем самым жертвует частицей своего психологического здоровья. У Лобачева другие старые, но проверенные средства. Рыбалка, охота, общество друзей и родных. У доктора две дочери, четыре внучки и масса благодарных пациентов. А еще книги. И прежде всего специализированная литература. Много читал. И про Моссова, и про всех кумиров. Вот все они были кумиры. Ну кумиры были того возраста, когда еще только я рос, развивался, учился, занимался. Ну сейчас, конечно, смотришь, постоянно наблюдаешь, засмотришь. Современные, высококвалифицированные врачи у нас. Даже в больнице Середавина прекрасные врачи. Ну, всех знаешь в основном. Потому что каждый год учишься, каждый год общаешься. С умным человеком поговорить, что ключевой воды напиться. Но даже просто присутствие в коллективе такого непререкаемого авторитета, как доктор Лобачев, заставляет остальных подтянуться как в профессиональном, так и в личном смысле. Относится очень дружелюбно к своему коллективу. Любит всех своих сотрудников. А самое главное, он любит очень свою работу. И поэтому, несмотря на то, что он очень долго работает, как говорят, что у нас есть такой синдром выгорания, для этого человека вот этот синдром не помеха. Как говорится, он этим синдромом не заболел. Несмотря на свой возраст, он очень жизнерадостный, энергичный и любит очень юмор. 50 лет отданных медицине за плечами Сергея Константиновича Лобачева. Пол жизни позади. Но ведь можно сказать, что еще только половина. Впереди осмысленный и вдохновенный труд на пользу людям. А значит, еще рано подводить итоги. Рано жить воспоминаниями. Ведь возраст, скажет любой врач, понятие чисто субъективное. Волжский район включился в обсуждение стратегий социально-экономического развития. Разработка основополагающего документа, задача, которую поставил перед главами муниципальных образований Дмитрий Азаров в своем послании в апреле этого года. У района есть серьезный фундамент для стратегического планирования. Это и первое место в регионе по привлеченным инвестициям и уникальные возможности для развития агротуризма и реализации таких проектов, как Южный город. На этой основе и должны быть построены ориентиры, уверено местное население. На мой взгляд, нельзя терять никакой шаг. Ни в плане сельского туризма, ни в плане поддержки предпринимательной. Должно целенаправленно на все это внимание уделить. В решении озвученных жителями ключевых проблем Волжский район может опираться на опыт планирования, наработанный Самарой в 2011-2013 годах. Долгосрочная стратегия развития областного центра тогда разрабатывалась и принималась по инициативе нынешнего главы региона. Сейчас, по мнению Дмитрия Азарова, эту практику необходимо распространить на всю область. Разумеется, учитывая все возможности и риски. Тем более, что этот опыт используется и в других городах страны и отмечен на международном уровне в ЮНЕСКО. Главный творец целей и планов гражданское общество. Самое главное, что стратегия – это документ общественного согласия. Стратегия – это всегда люди. Стратегия – это всегда конкретный документ, где четко сформулированная специфичная миссия, конкретные стратегические цели, очень небольшой набор задач и проекты. Инвестиционные проекты, стратегические, общественно значимые. Определить конкурентные преимущества и основные возможности района – в этом главная цель открытой диалоговой площадки. Стратегические сессии проходят в районах области с 13 июня. Старт был дан в Красноярском районе. Пока идет сбор идей, предложений от экспертов, которые затем лягут в основу стратегии муниципалитета. И здесь важен голос каждого. Сформулировать свои проблемы лучше самих жителей вряд ли кто сможет. Возможность быть услышанным как раз и предоставляют диалоговые площадки. Мнения предпринимателей, учителей, простых рабочих и служащих помогут власти в формировании задач социально-экономического развития региона. Документ не то, что важный, это определяющий для жизни района, в каком направлении будем двигаться, какие основные приоритетные направления и в каких направлениях, что мы должны делать для того, чтобы район занимал лидирующие позиции, развивался, был благоприятным для проживания наших граждан на территории. Поэтому сейчас мы провели первую сессию, проведем три секции для обсуждения вопросов по направлениям, потом подведем итог и будем совместно работать далее совместно с наукой. Разрабатываемые сейчас стратегические документы необходимо согласовать с действующими в муниципалитетах области государственными программами. Все они в течение года будут пересмотрены местной властью. Конкретные планы реализации муниципальных стратегий необходимо оформить до 30 сентября. Главным же итогом всех сессий в каждом районе и городе области станет стратегия социально-экономического развития всего региона. Ключевые положения документа разработают с учетом прозвучавших на диалоговых площадках предложений жителей. Постановлением правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 года номер 618 с 1 июня до 17 июля 2018 года введен новый дорожный знак. Движение автобусов запрещено. Новый знак 3.34 движение автобусов запрещено представляет собой круг в формате запрещающих дорожных знаков. В центре знака расположено изображение автобуса, аналогичное изображение расположено на табличке 844 вид транспортного средства. Действие знака не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Зона действия знака распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка до конца населенного пункта. За нарушение указанного знака предусмотрена административная ответственность по части 1 ст. 12.16 Кодекса административных правонарушений РФ и наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.